В Актау разгорелся громкий спор между представителями аэропорта и местными властями. Акимат выдал земли под строительство вблизи воздушной гавани. Это решение не было согласовано с руководством аэропорта. Там считают, что постройки незаконны. Они находятся менее чем в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, чего требует правило. Проблема еще и в том, что на прилегающей к аэродрому территории находятся 27 ферм и крестьянских хозяйств. Из-за этого собираются птицы, которые несут прямую угрозу полетам. Фотографии, которые вы сейчас видите – последствия столкновений пернатых с самолетами. Таких фактов аэропорт зарегистрировал 6 в прошлом и 4 в этом году. Согласно пятой статье, любые строительные работы на этих 4 километрах должны быть согласованы с комиссией аэропорта. Мы должны дать заключение. Но строительство тех домов и ферм завершилось, и нам никто все еще не предоставил документы. В Акимате пояснили, что земли передали в частные руки в период с 2004 по 2014 годы. Сейчас, чтобы решить проблему, предпринимателям предложили альтернативные участки, которые не будут мешать полетам. Но эти варианты владельцев не устроили. С ними сейчас ведут разъяснительную беседу. А на главный вопрос, почему участки вблизи аэропорта вообще выдали, в Акимате ответили, что раньше закон не требовал согласовывать подобные решения со специальной комиссией аэропорта. Правило появилось в прошлом году. Согласно этому изменению, если предприниматель приобретает землю в пределах 13 километров от воздушной гавани, Акимат имеет право предоставить земельный участок, но только после получения разрешения от аэропорта. Напомню, постройки в опасной близости от взлетно-посадочной полосы в нашей стране уже становились причиной катастрофы. Несколько лет назад в Алматинской области упал самолет компании БКР. При аварийной посадке он задел дом в поселке Гульдала. После этого на проблему и обратили внимание. По этому делу на скамье подсудимых оказались пять чиновников.